Рисунок прорезь подлинники золочения красочный слой, рисунок когда поверхность левкаса готова. Приступают к нанесению рисунка под руками должны быть следующие материалы калька и листы чистой пищи бумаги, на которые будет переводиться рисунок линейка, употребляющаяся для проведения прямых линий, не гнущаяся. Сделанное из твердого дерева снизу к ней можно подклеить с обоих концов суконные возвышения. Чтобы при пользовании ее можно было класть непосредственно на икону, не опасаясь повредить незакрепленные краски кисти в иконописи, употребляются беличьи или колонковые кисти, круглые, конической формы, разных размеров кисть должна иметь острый конец в 1-2 волоска подрезанные или поломанные волоски для работы. Не годятся игла в целях сохранения рисунка, который потом весь закрывается краской. Иногда наносится графья, то есть тонкая царапина по контуру или в тех местах, где предполагается темный цвет, плотно закрывающий линии рисунка. Графья наносится швейной иглой крупного размера, остро заточенной и воткнутой в небольшое древко рукоятку. Приготовить этот инструмент легко и доступно каждому. Надо подыскать палочку немного толще карандаша, подстругать и подровнять её, затем в торец забить иглу ушком внутрь, оставив снаружи её острый конец длиной в 1,5-2 см. Сусло-чесночный сок-мёд, чтобы снять рисунок с иконой оригинала. Сухой пигмент чёрной или коричневой краски с жженой костей или умброй затирают в небольшой чашке на сусле, чесночном соке или на меду. Для этого заблаговременно приготовляются сусло, чесночный сок и мёд. Сусло приготовляется из чёрного или светлого пива следующим образом. Бутылка 0,5 литра пива выливается в эмалированную кружку и ставится, как и клей на водяную баню, где постепенно выпаривается. Через несколько часов, 5-6, пиво сильно загустевает, получается искомое «сусло», которое в виде густой, тягучей массы переливается в одну или две небольшие баночки и затвердевает при высыхании перед работой. Подсохшие сусла натирают пальцем, смоченным в воде, кладут на блюдце в нужном количестве и отсюда, разбавляя при надобности водой, берут кисточкой и прописывают различные детали иконы под позолоту. Точно так же, растворяя сусло сколько требуется, растирают на нём пигмент чёрной или коричневой краски для снятия рисунка. Чесночный сок приготовляется следующим образом. Берётся луковка чеснока, лучше пролежавшая зиму, так как у свежесобранного чеснока сок бывает слишком жидкий. Водянистый каждая долька головки очищается от шелухи и натирается на мелкой тёрке на марлю. Сложенную вдвое и лежащую на блюдце марлю с содержимым отжимают в баночку с широким отверстием. Отжатый сок закрывают от пыли марлей или тряпочкой и дают ему подсохнуть далее при необходимости он так же. Растворяется и идёт в дело, как и сусло не сусло. Нечесночный сок нельзя плотно закрывать в пузырьках при таком хранении и то и другое быстро загнивает и плесневеет. Подсушенные же в открытых баночках как сусло, так и чеснок не портятся годами старые мастера, хорошо знавшие свойства материалов. С которыми имели дело, чесночному соку всегда предпочитали сусло. При переводе рисунка с иконы сусло и чеснок с успехом могут быть заменены мёдом, на котором также может быть натерт красочный пигмент, но мёд для этого должен быть жидким. Незасахарившимся яйцо для приготовления яичной эмульсии на яичной эмульсии готовят краски натуральной темперы. И ей уже во время работы разводятся краски как натуральной, так и искусственной темперы. Яичная эмульсия приготовляется следующим образом. Берётся свежее куриное яйцо, разбивается с тупого конца настолько, чтобы в отверстие скорлупы мог пройти желток в неразорванном виде белок выливается, а желток осторожно освобождается из плёнки и помещается, например, в стакан пустая скорлупа очищается от остатков белка и как мерка для разбавителя заполняется на две трети. Обыкновенным кислым хлебным квасом, который выливается в стакан с желтком, содержимое надо не спеша размешивать кистью. Не доводя до пены, до тех пор, пока желток не растворится весь за неимением кваса, желток может быть разбавлен столовым уксусом пополам с водой или просто холодной водой по той же мерке краски, вапы или шары. Употребляемые в иконописи, они могут быть или сухие в порошках, или искусственные. Готовый специально под сахаренный квас не годится. Старое название красок натуральная темпера сухие пигменты растираются, или, как принято говорить, творятся в деревянных ложках, у которых обрезаются предварительно черенки различные пластмассовые или фарфоровые чашки для этого не годятся. Их слишком гладкие стенки не позволяют хорошо растереть порошок краски, тогда как шероховатая поверхность деревянной ложки способствует измельчению порошка при этом для каждой краски. Должна быть своя ложка творятся краски следующим образом в ложку. Насыпается сухой пигмент в количестве не более половины чайной ложки. Разбавляется желтковой эмульсией приблизительно 0,5 чайной ложки и растирается пальцем растирать. Следует не так, чтобы только размешивать краску кончиком пальца на дне ложки. Необходимо тщательно тереть порошок, а стенки ложки двумя суставами указательного пальца краска растирается лучше, если яичную эмульсию добавлять понемногу. В приготовленной краске не должно прощупываться ни мельчайшей крупинки пигмента. Она не должна расслаиваться на эмульсию и порошок, а представлять из себя как бы новое, неделимое вещество. По этому историю этому процессу присвоен термин «творение». Красок по консистенции готовая краска похожа на негустую сметану, но не все краски возможно хорошо приготовить. Описанным способом, если охры по мягкости этого пигмента удается растереть пальцем, то большинство других красок приходится растирать на плитках. Курантом к ним относятся белила, сиены, умбры, кабальты. Кадмии для творения этих красок пользуются кафельными плитками лучше с матовой поверхностью и так называемыми, притертыми, стеклянными пробками, круглыми и с ровной лучше матовой поверхностью головки. На плитку насыпается порошок, разбавляется несколькими каплями желтка и растирается пробку надо водить в круговую, слегка приподнимая край, находящийся у большого пальца, чтобы не присасывало при необходимости добавляется понемногу эмульсия, чем меньше будет на плитке порошка, тем легче и быстрее можно приготовить краску. Готовая краска собирается с плитки лезвием или мастихином и складывается на дно ложек для перетирания белил должна быть особая плитка и пробка. Чтобы их белизна не загрязнялась другой краской, все остальные краски можно готовить на одной плитке и одной пробкой, лишь хорошо промыв их перед творением следующей краски. Красками лучше пользоваться на другой день за сутки, они становятся крепче, в них происходит своего рода брожение, их вяжущая сила, способность сцепления с грунтом и прочность повышаются, если есть возможность выдержать краску до следующего дня. Ее заливают в ложки холодной водой так, чтобы только прикрыть поверхность краски и этим предохранить ее от высыхания хорошо приготовленное. Достаточной густоты краска с водой не смешивается на следующий день, перед работой воду сливают, добавляют 3-4 капли желтка, растирают слегка пальцем и пишут, густота краски должна быть такой. Чтобы ее можно было легко брать кистью, яичная натуральная темпера годна для работы в течение 3-4 суток, после чего она начинает быстро разлагаться, теряет силу цвета и не сцепляется с грунтом хранить краски. Конечно, следует в прохладном месте, не давая, однако, им замерзать подмершие краски так же, как подмороженное яйцо, не годятся для работы количества красок, лучше всего ограничить самыми необходимыми. Белила охры, светлая и красная за неимением, заменяются сженой сиеной сиены. Натуральная и сженая умбра сженая, кобальт синий и зумрудная зеленая к адмии, желтый светлый, оранжевый, красный светлый, красный темный, пурпурный, черная сженая кость или слоновая кость, многоцветность в русских иконах, особенно в период высшего расцвета иконописания в 15 веке, была результатом смешения основных красок, следовательно, и большого умения, тонкого чувства и понимания их русские краски местного происхождения, минеральные охры, умбры и другие приготовлялись самими мастерами по рецептам толковых подлинников, изготавливались и искусственные. Краски, минеральные краски, белила, органические растительные, шафран, крушина, органические животные, щучья, желчь. Лучшие краски привозились из Европы, венецианская бакан, малиновая, голубец, желчь, ярий киноварь, немецкие белила, вохра, празелень, червлинь и другие, берлинская лазурь, жижель. Багоры России известны краски, вохра, слезуха, вохра калужская, вохра греческая, червлинь псковская, белила московские и кашинские, бакан ржевский кроме основных цветов, иконопись традиционно хранит четыре названия смешанных тонов. Санкиртон, употребляемый для ликов и тела вообще, как основной тон, состоит из охры светлой. Охры красной или сиены с женой и изумрудной зелени санкиртон должен быть смешан так, чтобы в готовом виде это была самостоятельная краска, в которой не должны проглядывать отдельные краски, он делается или в красноту, или в зелень. Если общий тон иконы холодный, санкиртон готовит в красноту. И наоборот, ревт состоит из черной, охры и белил серый тон разной светлоты. Дичь кадмий красный, сиена жженая, кобальт синий, охра и белила сиреневый тон различных оттенков, багор кадмий красный, сиена жженая, белила, красный тон различных оттенков, натуральная желтковая темпера самая надежная в отношении прочности краска. Краски, приготовленные на желтковой эмульсии, особенно краски земляные натуральные, с годами и веками не выгорают, а лишь крепнут. Кроме натуральной темперы, в настоящее время существуют темперы искусственные, приготовляемые заводами на синтетических основах темпера поливинилоцетатная пастозная, высокодисперсная поливинилоцетатная темпера имеет связующим пигментом вещество, состоящее из водорастворимой эмульсии синтетической поливинилоцетатной смолы эти краски применяются в станковой и монументальной живописи, в работах оформительского характера, а также и в иконописи с применением яичной эмульсии в качестве разбавителя преимущества этих красок перед. Казеиново-масляной темперой заключаются в том, что пленка таких красок более эластична, значительно прочнее и не имеет склонности к пожелтению белила этих красок под слоем олив и не пропадают. Светоустойчивость в целом высокая. Поливинилоцетатная темпера совершенно несовместима с казеиново-масляной темперой, так как вторая обладает щелочной реакцией, а первая кислой, и если обе смешать, то произойдет створаживание краски на этой основе, сохнут быстрее казеиново-масляной темперы, быстро образуют неразмываемые водой пленки, ввиду этого не следует выдавливать на палитру излишнее количество красок, а во время работы целесообразно поддерживать их влажность легким смачиванием водой кисти в процессе работы. Следует держать в воде на плоском блюдечке, а по окончании работы их следует тщательно промыть с мылом. Подсохшую краску можно снять или спиртом, или горячей водой. Размягчающей и растворяющей эти краски с палитры краски также легко смываются горячей водой некоторые краски. Этой темперы, высыхая, несколько меняются в оттенках, слегка светлеет кость сжёная, значительно светлеют кобальт синий и охра красная, слегка темнеют кадми жёлтый и красный, охра светлая и сиена сжёная. Линия сухая, однообразная, везде тонкая, как проволока, не есть достижения, она должна идти свободно, сочно, живописно, но в ней не должно быть беспорядка, небрежности, каждая должна быть оправдана строгой, продуманной необходимостью с точки зрения композиции рисунок должен быть правильно размещен на плоскости, без перекосов и смещений прекрасные образцы всех этих достоинств рисунка дают древние иконы лучших мастеров. Хороший рисунок сразу не даётся. Он достигается постепенно, незаметно, сразмерно со старанием, терпением и настойчивостью человека необходимо постоянной практикой вырабатывать в себе твёрдость руки, остроту глаза выполни поставленную перед собой задачу, будет ли она самая простая или сложная. Со всей старательностью и умением, каким ты обладаешь сегодня, тогда завтра ты сделаешь лучше. Способы нанесения рисунка на левказ разнообразны. Раньше рисунок знаменил мастер, делая сначала лёгкие набросы к углем, а затем детально прорисовывая его на доске кистью чёрной краской талантливые иконописцы сразу наносили. Рисунок кистью на доску. Настолько велики были у них знания своего дела и опыт ученики пользовались в этом деле так называемыми переводами или прорисями. Начинающим заниматься иконописью в современных условиях, даже и владеющим рисунком, не следует самоуверенно полагаться на свои силы и знания, так как рисунок иконы очень своеобразен необходимо хотя бы первое время пользоваться переводами, то есть приёмами, широко применявшимися в прежних иконописных мастерских, основанными на вековом опыте и дающими положительные результаты и впоследствии. Когда кто-то перейдёт к снятию рисунка на глаз, необходимо, чтобы такой рисунок был проверен более опытным иконописцем. Субтитры создавал DimaTorzok